Друзья, всем привет! Сегодня будет полезный ролик с полезными советами. Никаких самоделок сегодня не будет, потому что в таких вещах, о которых сегодня пойдет речь, лучше никакие самоделки не применять. Расскажу я вам о том, как выбрать оптимальный фундамент. Сразу скажу, что многие варианты возведения фундамента, а также материалы, из которых они сделаны, по-своему хороши. Но нужно учитывать некоторые факторы, после анализа которых и приходим к нужному решению. Например, где расположен участок, какие перепады высот, какой грунт, а также количество денег, которые вы готовы потратить на строительство дома, в том числе на возведение фундамента. У меня выбор достаточно легко произошел. После замера перепадов в устотном участке я обнаружил, что в некоторых местах он доходит до 70 см на пятне застройки. Соответственно, УШП или ленточный фундамент становится дороговато, поэтому я выбрал свайно-винтовой фундамент. Тем более домик планируется небольшой, одноэтажный, выполненный по каркасной технологии. Оставалось найти специалистов, которые выполнят монтаж свайно-винтового фундамента. Ведь любой неправильно и плохо смонтированный фундамент впоследствии может принести много неприятностей. И кто бы не монтировал этот фундамент, необходимо владеть грамотной информацией, как это делать правильно. После недолгих поисков я обратился в Королевский завод свай, или сокращенно КЗС. Я знаю, что компания уже очень много лет на рынке, и они не только монтируют свай, но еще их и производят. А монтируют сваю их собственные бригады, что является огромным плюсом. Для дома у меня был проект свайного поля, но я хотел нести некоторые изменения. Отправил проект менеджеру, и уже через пару часов мои пожелания были учтены, и составлен новый проект свайного поля. И, кстати, уже после выбора типа фундамента я дополнительно нашел его некоторые преимущества. Стройку планировал на конец апреля-начало мая, в том числе и возведение фундамента. Но, оказывается, свайно-винтовой фундамент можно возводить и зимой. Что рождает ряд дополнительных преимуществ. Например, поиск бригады. Легче найти бригаду, можно договориться с ней на более выгодных условиях. Также отсутствие, возможно, грязи на участке, подтопление участка, как бывает весной. А также материал зимой найти проще и дешевле. А пиломатериал зимой не набирает дополнительную влагу из воздуха, так как зимой он наиболее сухой. Весь процесс от звонка в КЗС до возведения фундамента занял у меня 3 или 4 дня. Мы подобрали свай 108 диаметра, разной длины в зависимости от перепада высот. Далее нарисовали чертеж, как я уже говорил. Согласовали дату монтажа. Приехала бригада к 10 утра, смонтировала 39 свай и уехала в 18.00. Все, после этого можно делать обвязку и возводить каркас дома. В моем случае дополнительно необходимо сделать обвязку свай. Так как некоторые сваи торчат от земли более 50 сантиметров. И чтобы исключить эффект батутности и проседания пола в некоторых местах, то эту обвязку необходимо сделать. Соединить сваи с соседними по диагонали металлическим уголком. В КЗС мне предлагали сделать обвязку их силами, но я отказался, так как имею некоторые запасы 50 уголка и знакомого сварщика. Поэтому сделаю это самостоятельно. Но я был предупрежден. Вообще КЗС можно доверить сложной и нестандартной задаче. Я подписан на их канал в Дзене. Кстати, вы тоже подписываетесь. И я в курсе, что они возводят не только фундаменты под дома и хозблоки, но и для кемпингов, под афреймы, под речные пирсы, под прогулочные дорожки для парковых зон. То есть реализуют проекты не только локальные, но и масштабные. Что дает дополнительное доверие компании. КОНЕЦ КОНЕЦ После монтажа сваи я бы рекомендовал дополнительно каждую сваи обкопать вокруг на штык лопаты где-то сантиметров на 20 и обмазать битумной мастикой. Теоретически это самое агрессивное место, которое может навредить сваи. Поэтому, сделав вот такое дополнение, можно продлить жизнь сваи лет на 5 точно. Но если этого не сделать, то в принципе ничего страшного не произойдет. Я это сделаю и сниму про это отдельное видео. Также было бы неплохо под свайным полем сразу расстелить геотекстиль и присыпать его песочком, чтобы не росла растительность, было сухо и чисто. Лучше это сделать сразу, так как после постройки дома уже будет проблематично туда подлезть. Также не забывайте для себя контролировать во время монтажа сваи, как засыпается в сваю сухая смесь или наливается бетон. Если туда засыпается сухая смесь, то необходимо каждую сваю простукивать, и она уйдет, сухая смесь, ну, наверное, на сантиметров 40 точно опустится. Если этого не сделать, то может образоваться воздушные карманы внутри, где может конденсировать влага и образоваться от этого коррозия внутри сваи. Еще обратите внимание, чтобы во время монтажа свай у сваи деформировались проушины. Это означает о том, что свая уперлась и встала на свое место. Также обращайте внимание на оголовки. Они должны быть приварены на несколько точек. Шлак отбит, швы прокрашены. Вот такой, надеюсь, полезный ролик сегодня получился. Надеюсь, это поможет вам при выборе фундамента, если ваш случай будет похож на мой. Я и дальше буду снимать видео на тему стройки, и буду делиться моментами, которые будут возникать в процессе. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и пишите комменты, что думаете о моем выборе фундамента. Также не забывайте подписываться на мой канал, а также на канал КЗС, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!